Внимание всей мировой прессы на этой неделе было приковано и к Иордании. В четверг там прошла свадьба века. Так, по крайней мере, ее окрестили местные журналисты. Наследный принц Хусейн взял в жены девушку из Саудовской Аравии. Так могут ли короли жениться по любви, расскажет наш обозреватель Анна Бажайкина. Как только распахнулась дверь винтажного Роллс-Ройса, зрители телетрансляции принялись рассматривать образ невесты. Сопровождали ее брат и сестры жениха. Раджва выбрала платье ливанского дизайнера Элиса. Простое по силуэту, как в Европе, но по-восточному щедро расшитая камнями. Образ дополнила тиара, усыпанная бриллиантами. Европейский аксессуар, но на тиаре у невесты написано «Надежда на Бога». То есть вот эта вот вязь, украшающая ее тиару, это тоже символ. Соединение традиций Востока и традиций Запада, которые при этом выглядят очень уместно. Обувь для свадьбы тоже предмет обсуждений. Не туфли на каблуке, а балетки. То ли не хотела быть выше жениха, то ли просто удобнее. Принц Хусейн ибн Абдалла, капитан вооруженных сил Иордании. С Раджвой его познакомил школьный друг. Любви с первого взгляда не случилось. Только потом принц позвонил девушке, встретились и закрутилось. Я считаю себя счастливчиком, потому что не каждый день встретишь такого человека, как Раджва. Их история любви совсем не сказка про Золушку. Ее отец – владелец крупной строительной фирмы. Но в Раджве и голубая кровь течет. Мать – родственница королевской семьи Саудовской Аравии. О богатстве династии слагают легенды. К примеру, прошлый король Абдала ибн Абдул-Азиз Аль-Сауд распорядился построить станцию метро с пластинками настоящего золота. У страны самая боеспособная на полуострове армия и огромные запасы нефти. И Ордания таким похвастать не может. Но сейчас представители двух крупнейших династий Аравийского полуострова Аль-Сауд и Хашемитов создали династический брак. Долгое время между правящими семействами Ордания и Саудовской Аравии был серьезный конфликт. Этот конфликт был связан с тем, что семейство Аль-Сауд фактически изгнало из Аравийского полуострова хашемитское семейство. И вот сейчас мы наблюдаем, когда два королевских дома фактически соединились. Раджву тепло приняли в семье иорданского принца. Королева Ранья назвала невестку третьей дочерью и устроила для нее ночь хны, своего рода девичник. Я никогда не забуду, как счастливы мы были с его величеством, когда Аль-Хусейн сказал нам, что хочет жениться на Раджве. Она идеальный ответ на все мои молитвы о нем. Ранью в свое время тоже в королевскую семью приняли легко, хотя она из простой семьи палестинских беженцев. На свою свадьбу она не стала надевать тиару. Собственных фамильных драгоценностей не было, брать у семьи мужа на выход не стало из принципа. Сейчас ранее 52. Она королева Иордании, полковник вооруженных сил, мать четверых детей, борец за права женщин. А еще икона стиля. Она мусульманка, но если понравилось платье без рукавов, пришьет, прозрачное платье усилит под юбником, под откровенный жакет наденет блузу. Получается безупречно. Для свадьбы сына она выбрала платье от Диор из прошлогодней коллекции. Ее образом восхищались не меньше, чем образом невесты. Внимание привлекла и бабушка наследного принца, принцесса Муна, в девичестве Антуанет Гарденер, дочь британского офицера. Его отправили в Орданию военным советником. Дочь поехала за ним. На новом месте начала снимать фильм и на съемочной площадке познакомилась с королем Хусейном. В честь него и назвали нынешнего принца. Родители жениха встречали гостей. Поздравить молодых приехали монархи со всего света. Церемония заняла больше 40 минут. Восточные страны предполагают определенный образ. У дам тем более. Поэтому то, что мы видим, это длинные платья в пол. Они, как правило, довольно классических закрытых фасонов. У дам закрыты запястья, нет декольте. Церемония бракосочетания прошла в зале дворца Зархан по всем мусульманским традициям. Хусейн, Ибн, Абдалла и Раджва Альфсаиф обменялись кольцами, а женщины исполнили заграду. Это крики, которыми выражают счастье на арабских праздниках. Молодожены выезжали из королевского дворца на автомобиле Land Rover. На нем же ездили родители жениха 30 лет назад. Кортеж из внедорожников, мотоциклов, конного эскорта и оркестр проехал по улицам Омана. Там пару уже ждали подданные. День свадьбы принца объявили национальным праздником. Мы поздравляем его величество короля со свадьбы принца Хусейна. Это радость для всех иорданцев, и мы желаем ему счастья. Торжественный концерт и банкет во дворце Аль-Хусейния. Там их ждали 1700 гостей. Их угощали национальным блюдом менсав. Это баранина с рисом и особым соусом. Свадьба, как полагается, пела и плясала. Танец называется для париса. В народе он называется быстрый танец. Кавказские народы, которые проживают на территории Иордании, уже довольно долго, несмотря на то, что они живут в иноязычной среде, они стараются сохранить свою самобытную культуру, самобытные традиции. В Иорданию кабардинцы, чеченцы, убыхи начали переезжать после Кавказской войны в конце 19 века. Тогда это была территория Османской империи. Им для проживания была выделена территория будущего эмирата Трансиордания. Так там и образовалась вот эта черкесская община. При этом под черкесами подразумеваются все и чеченцы там, и, собственно, непосредственно черкесы, и кабардинцы, вот, абары, лесгины. Выходцев с Кавказа на арабском языке называют шаракеса. Сейчас из шестимиллионного населения современной Иордании их 180 тысяч. И только им доверяют охрану короля. Во время черного сентября 1971 года они фактически подавили палестинское восстание, которое угрожало тогда целостности Иордании. И спасли их как раз именно вот эти вот самые элитные черкессы, элитная черкесская гвардия. Королевская свадьба гуляет три дня. Кульминация первого – семиярусный торт. Его разрезали мечом. Гостям подарили арабские кофе и финики, как знак гостеприимства в Иордании и Саудовской Аравии. Анна Бажакина, Ольга Соловьева, Станислав Кантемиров, Федор Сербин. Программа «Вместе». Редактор субтитров А.Семкин